Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Около 80% месячной нормы осадков выпала в Гомельской области в субботу, 21 июля. В областном центре многие улицы затопило. Некоторые автомобили буквально поплыли, а из подвалов и погребов люди до сих пор откачивают воду. Подразделения МЧС продолжают работать в режиме повышенной боеготовности. Вот так выглядели автомобили, которым практически вплав пришлось переплавляться через затопленные участки. Транспортное средство, чьи двигатели глохли, владельцам и пассажирам пришлось толкать, предварительно закатав штаны и рукава. С некоторых автомобилей потоком воды срывало регистрационные номера. На главных улицах Гомеля останавливалось движение общественного транспорта, а десятки домов и частных подворий оказались затопленными. В 12 населенных пунктах Гомельского района происходило отключение электроэнергии. Обилие осадков не выдержали ливневки, а слабо укрепленные крыши домов дали течь. В МЧС сейчас анализируют последствия разгула стихии. Массовая гибель рыбы произошла на реке Добрица в Рогачевском районе. Об этом сообщили представители Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира. На участке реки длиной в 10 километров было обнаружено более 350 мертвых особей озерно-речной рыбы. На место происшествия приехали представители Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также заинтересованные службы. Отобраны пробы воды. Предварительная причина массовой гибели рыбы – недостаток кислорода в реке. Однако эксперты не исключают воздействия и антропогенных факторов. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с причинением ущерба в крупном размере. Но пока говорить о причинах гибели рыбы рано. Пока не определено количество растворенного кислорода в воде. Пока нет данных лабораторных исследований о присутствии в воде каких-то загрязняющих, отравляющих веществ. Сам себе отомстил. В Жлобине нетрезвый местный житель поджег свой автомобиль из-за того, что сотрудники ГАИ отогнали его на стоянку. По предварительной информации, после составления протокола мужчина попросился сходить к авто, чтобы забрать из него свои вещи. Но когда оказался в салоне, решил устроить огненное представление и поджег свой Ford Escort. Огонь быстро распространился по машине и повредил две соседние. Нарушитель задержан и дает показания. В результате пожара уничтожен салон, поврежден моторный отсек автомобиля Ford Escort 1998 года выпуска, а также повреждены два рядом находившихся автомобиля марки Lada. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – занос постороннего источника извне. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4.